Хей! Как дела, друзья? С вами снова Морская Свинья, и сегодня у нас новогоднее приключение в Папирусе. Большое рождественское приключение, но у нас новогоднее будет. Неважно. Эта игра очень странная, маленькая и сложная, потому что я уже поиграла немного, и тут реально сложно. Так. Опять тут английский, господи. Повсюду английский. Я не знаю вообще. Постоянно игры на английском беру. С появлением сезона новогодних праздников, два брата начали готовиться, начали приготовление к дарению подарков друг другу. Эй, Папирус, я пойду прогуляюсь, пока мы с тобой не начали ужинать. Ты сделаешь что? Асгар попросил нас закопать сокровища для него. Обычно я бы сказала, что бы ты не делал этого, но сегодня у нас Рождество. Я даже не знаю, как вот это нормально привести. Ну, типа мод Рождества. Так что вот, поэтому да. Подожди, ты не услышал, где у него сокровища. Где искать сокровища? О, хорошо, я скажу тебе позже. Ну, если ты не вернёшься через 10 минут. Я съем ужин без тебя. Get ready. Get ready. Да, вот игра вот довольно такая простая. Это платформер. Да ё... Это платформер, конечно. Сложный очень. Вот. Мы сбежали. Да ё-моё. Вау. Ты довольно отстойный в этом. Так вот, прыгать на это. Да блин. Не волнуйся, это всего лишь несколько секунд. Нет. Я пока дальше не проходила вот этого вот момента. Потому что, как вы видите, у меня не очень хорошо получается. Но сегодня будет Новый год у нас, да? 12 часов ночи. Так что вы не пропустите это, да? Окей. Я тоже не буду пропускать. Но я хотела выпустить хоть какое-то новогоднее настроение. Геники. И мне кажется, это не лучшая игра для этого. Это абсолютно не лучшая игра. Это просто дожопная игра. Вот посмотрите, что это такое. Как это сделать? Я проходила, я как бы прыгала дальше. Но сегодня что-то не получается. Вратиство, как говорится. О! А! Вот так это все делается. Так, а это что такое? Типа схоронили? Не сдавайся, продолжай умирать, мне пишут. Продолжай тупить. Давай, давай, давай. Оп. Ну тут просто. О, привет. И что? Это сохранение? Надеюсь, вот это хотят сохранить. Кто-нибудь проходил вообще полностью эту игру? Просто я, видимо, самая поздняя, кто начал ее проходить. Они пишут уже на каком-то странном языке. Эх, сложно. Эта игра отстой. Это правда. Это ужасно сложная игра, я не знаю. Зачем я ее взяла? О, отлично. Ох, чуть не напоролись. А что это такое? Так, аккуратненько. О, боже, это сложно будет сейчас. Че? Тут какая-то лягуха. Фрогит. О! Блин, надо было бежать. Я искала долгой игры на Новый год. Это вот реально очень долгий был поиск. Именно я хотела RPG-шные, но ничего не нашла в итоге. А потом только смотрю, опа, Undertale. Опа, и этот, Пайпирус. What the fuck? Как это пройти вообще? Думаю, о, наверное, интересная игра. Но потом, блин, я поняла, что это была ошибка. Ну, я думаю, вот как раз 10 минут и будет это видео. Хотелось хоть что-то, как бы, сказать, какие у нас были игры в этом году. В этом году было очень интересно все. Довольно-таки. Мы, конечно, не прошли Home. Да, но это будет в следующем году, потому что ничего не изменится. Все будет хорошо. В следующем году у нас будет Blackwell Unbound. Или, нет, Unbound был уже, Convergence. В этом году я не успела записать его. Но будет все. Пройдем, конечно же, One Bit Hut. Как его не пройти-то, я не понимаю. Так, отлично. Теперь надо подумать. Блин. Три минуты осталось проходить игру. И в этом году мы прошли Undertale. Это было очень круто. Ну, и Undertale сама появилась в этом году, в 2016. Поэтому, я думаю, эта игра, как бы, символизирует то, что Undertale повысила, не знаю, уровень RPG-мейкеровских игр на какой-то новый уровень. Потому что сейчас все знают Undertale. Даже те, кто ни разу не играл никакую RPG-мешную игрушку. И это очень хорошо. Это действительно повышает наши комьюнити до небес просто. Ну, и сама игра, конечно, клевая. Это просто без вариантов. Господи, ну только нет. Конечно, отстойная игра. Эта игра сама так себе пишет. Поэтому, почему бы так и не назвать ее. В этом году мы допрошли, кстати, Серый сад. Кто не смотрел, посмотрите. Интересная игра, конечно. С Фатанахара, конечно, не сравнится. Ну, нормально. Нормально. Да ема я. Конечно, у меня еще очень много игр на рассмотрение, можно сказать, какое-то. Ну, то есть, то, что я хочу пройти. Я не большинство из них на английском. Так что... Это специально так сделано, чтобы... Ну, люди больше смотрели. Думали, вау, она знает английский. Но потом, когда они включают видео, они понимают, что это не так. Это обманка. О, боже. Осталась одна минута игры. Что же, давайте я скажу, что... Как бы, спасибо вам. Потому что в этом году у меня было 2000 подписчиков. И сейчас у меня 2000 подписчиков. Они не ушли. К концу года они не исчезли. Это очень хорошо. Это все-таки для меня праздник. Я надеюсь, в следующем году у нас будет вообще очень много подписчиков. Ну, если даже и 1000 прибавится, это тоже будет какой-то... Какой-то рекорд. Потому что, походу, у меня каждый год 1000 подписчиков. Стабильность, что? Стабильность? Стабильность тоже хорошо. А, ну, то есть, осталось 30 секунд, и что, игра вырубится или... Или меня выкинут просто. Так что, я надеюсь, что вы хорошо проведете этот Новый год. Встретитесь, точнее. И проведете тоже. Посмотрите это видео, лайкните его. Поддержите меня. Класс. Это было круто. И кажется, сейчас вырубится игра. Походу, мой бро опоздал. Все? Я опоздал. Я не смог. Я пойду в Грилби. Конец. Скилл-левел Джерри. Друг, ты проиграл. Ну, ладно. Что ж, это была такая маленькая игра. Но я хочу показать вам еще одну игру. Так что, сейчас будет еще одна игра. Это, как говорится, такой микс будет. Из игр. Потому что, хочется сделать видео не 13 минут. Ну, хотя бы, там, 17 минут. Ну, это будет очень, кстати, прикольно. Так что, давайте. Что ж, мы снова в игре. Только в этот раз мы уже в очень странной игре. Под названием... Оу, это Рождество. Райан проснулся посреди ночи и увидел, что там убранство, можно сказать, перед... Переди него. Но, ностальгия завлекла его, то есть, постигла его. Он вспомнил все это хорошее время, когда он проводился с семьей и со своим умершим дядей. Ну, то есть, теперь он, короче, один. Но кто же тогда украсил его комнату? Он зевает. Похоже, тут все не очень в порядке. Смысл игры в том, чтобы нам собрать 42 очка. 42 очка это тому, что, типа, мы должны узнать, кто это все сделал с нашей квартирой. Довольно странная игра и довольно странный выбор это сделать именно на Новый год. Но это, можно сказать, одна из той сотни игр, которые я прокопала про Новый год. Два дня целых искала. Хорошие игры какие-нибудь, ну, интересные хотя бы чем-то. Кроме, конечно, Папайрус. Биг Крисмас. Где мы проиграли благополучно. Только что недавно. В этом же видео. И поэтому, думаю, почему бы вот в эту не поиграть? Конечно, странно и на английском. И, смотрите, мужик двигается, блин, без нашего действия. Какой-то он странный. Так. Так, книги, которые мы дядя и тетя коллекционировали. Лавкрафта, короче, у него много. Вот, тут даже, типа, есть первые издания. То есть, он не хочет брать книгу на данный момент. Так, это кабинет, созданный из шведской компании. Так, упаковка свечек. Отлично, видите, мы одно очко набрали. И это именно 10 свечей. Замечательно. Странная игра, вот честно. Я начала в нее играть и ничего не поняла. Ну, как ничего. Я как бы поняла. И до концовки не дошла. Это, мне кажется, из той серии, как... Как это называлось-то? А, свидание в парке. Вот. Ну, тут, конечно, только, мне кажется, не так будет все. Так, ну, сейчас я буду открывать загадочный подарок. Тут какой-то, видите, золотой артефакт в виде ктулху. Что же... Это действительно странно. Что же это такое? Ты что, не видишь, что ли? Это же ктулху какой-то. Или это не ктулху? Ну, ладно, это не ктулху. Не важно. Какое замечательное дерево. Ну, вообще. Это выглядит так же, словно, как я был маленьким. Это на ощупь как пластик. То есть, это пластиковая елка. Кстати, напишите в комментариях, у вас настоящая елка или пластиковая? У меня пластиковая. Ну, как пластиковая. Она же вроде из пластика, да? Она у меня не настоящая. В прошлом году была настоящая, а в этот раз уже все. Все скатилось. Больше не торт. Но слишком, слишком высоко, он говорит. У нас всего два предмета. Да, уж, странная какая-то игра, если честно. Я не хочу рисковать своей жизнью из-за этого, потому что она, видимо, шатается. Ну, игра довольно-таки загадочная, по крайней мере. Не знаю, мне кажется. Я рад, что я здесь, где тепло и уютно. Вот, тут можно найти диск. Тут игра. Теперь мы тебе попробуем это все на тетушкином компьютере. Тут только белый шум. В общем, ничего интересного. Похоже, тут это был. Тут есть и след от пыли. Ну, как вы можете заметить, этот след от пыли полностью подходит под этот. Говорит, что это за подарки? Это явно не от меня. Так, тут есть записка. Здесь, походу, список покупок. Нет, похоже на инструкции. Монтибаба, артефактов Мантел. Ну, то есть, то, что мы уже нашли. Хорошо, мы это уже сделали. Десять свечек нужно положить на... Нет, вокруг вот именно этого. И произнести фразу индукта рифтира провер орта левера. И разбить что-то небезболезное, голубой объект, в камине. И потерять себя. Ха. А вот, смотрите, голубой объект. Так, сначала нам нужно флешки. О, господи, флешки. Свечки. То есть, он говорит, это как-то странно выглядит. Да, это довольно странно, чувак. Ты просыпаешься посреди ночи, и ты видишь, что у тебя дом почему-то уже украшен. Хотя ты не украшал дом. Ха. Так, он сказал фразу. Прощай, бесполезная голубая кружка. Воспоминания уйдут тебе. Санта? Оу. Серьезно, что ли? Крампус? What the fuck? Что? Так, парень. Парень. Что? Что это, блин, такое? Happy Holidays. Что? Так, я вообще не поняла, что это было. Это было нормально вообще? Так, давайте попробуем теперь что-нибудь другое, например. Так, вот сейчас мы попробуем засунуть вот эту игру, например. Квест для тронов. Вот, я нашла еще хвататель, то есть, хватателем мы будем вот это вот ловить. Отлично. Возможно, что-то изменится. Почему-то тут у него словно все равно компьютер. Я не понимаю, почему-то. Вот, у него там кухня находится, кстати. Вот в этой темноте мы, кстати, не смотрели. Оставим, например, вот телевизор включен. Потому что вдруг... Это как-то изменит события. Может, я-таки он сможет. О, вот так надо делать. Смотрите, сейчас надо будет 42 поинта. Так, так, так. Это интересно уже. Так, а вот теперь мы попробуем что-нибудь другое. Ну, потому что у нас уже 44 поинта. Может быть, теперь нас не убьют. Как вариант. Было бы неплохо. Ну, ладно. Кидаем тогда кружку. Теперь 45 поинтов. Может, придет Санта. Хоть бы. Санта. Крампус. Нет. Все тот же самый мужик. Почему-нибудь, что убежать никуда. Телек, главное, остался включенным. Да блин. В чем смысл тогда игры вообще? Ладно. Видимо, в ней нет смысла. Такая вот игра, да. Не думала, что она так закончится грустно. Но что уж поделать. Так создали. Кстати, вот я не знаю, что это вообще за странная компания наути-шиноби. Есть ли вообще какие-то от нее игры, игры еще вот в подобном жанре. Будет интересно, кстати, найти их. Но мы их увидим уже в следующем году. С вами была Морская Сминья. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Следующий год будет очень насыщенный, я уверена. С Новым Годом! Всем удачи, хорошего настроения и пока! С Новым Годом!